И так, ну что ж, Ария Ру, мои маленькие любители, покушать и всего того, что покрыто камнем у микрофона, как всегда, ваш покрытый слуга Мамору, и это великолепная сборочка Майнкрафт Стонблок 3. Как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, за кадром произошли кое-какие, в какой-то степени даже маломальские изменения. Я, во-первых, сделал себе вот такой вот инфинити хаммер, у него должен быть по сути до безумия простой крафт. Здесь просто я вручную в Диссолюшн Чембере это все выложил и получил его себе. Благодаря тому, что у нас здесь беспроводная зарядка, он постепенно заряжается у нас энергией и повышает свой уровень. Сейчас у него уровень легендарный, при этом он со всеми зачарованиями наносит 46 дамага по площади 11 на 11. Очень полезный предмет для убийства мобов, но я думаю, он нам абсолютно станет бесполезен, когда мы сделаем вместе с вами редкатар. Также, помимо всего вышесказанного, я выполнял на базе некоторые приготовления. Я немножечко здесь раскопал новое помещение, оно понадобится нам уже в этой серии. И также я сделал здесь вот приготовление вот в таком вот виде, такое вот помещение еще получается над нашей базой я выкопал. Для того, чтобы в следующей серии, возможно, если не успеем в этой, заняться магическими модами. Начиная, например, с Блод Мэджики или Ботании, как пойдет на самом деле. Ну а также, я немножечко здесь также поизучал различные вкладочки, которые здесь нам представлены. И кучу ачивочек выполнил. На самом деле, ничего сложного и критического в этом нет. Я лишь выполнял те механизмы, которые мог скрафтить в легкой доступности. И так постепенно у нас, например, вкладочка миска завершилась. Вкладочка завершилась полностью с курями. С моб гриндингом, потому что мы давно уже все сделали. С повахом и крейтом. Но остальные же нам предстоит постихонечку с вами закрывать. Например, Storage нам предстоит здесь сделать вот такие вот предметы. И самое здесь интересное, это мод Equivalent Exchange. Я не знаю, стоит ли его распахивать. Возможно, чисто для того, чтобы были модификации. Потому что мод Refine Storage нравится мне в этом плане гораздо больше. Но в этой же серии я хотел, как ни странно, заняться тем, чтобы вместе с вами изучать первым делом вкладочку из Endgame, Project E. И здесь я хочу скрафтить Transmutation Table. Для его создания у нас все давным-давно готово. Кроме нейтроневых наггетсов. Они у нас получаются благодаря сбору нейтронного коллектора. То есть, грубо говоря, пролетающие нейтроны, как я понимаю, они здесь фокусируются. И фокусируются в материальном плане в виде кусочков. Кусочки переделываются в наггетсы, а наггетсы уже в слитке. И в итоге мы пришли к выводу, что нам в любом случае понадобятся нейтронные коллекторы. Для того, чтобы сделать, как ни странно, нейтронные коллекторы, нам потребуется еще сделать Extreme Crafting Table. То есть, это вещь такая из Endgame. Но, в принципе, для того, чтобы ее сделать, ничего сложного нет. Нужны лишь вот такие слиточки и дважды сжатый стол для крафта. 9 компрессованных. И получается, это один дважды скопрессованный. И осталось лишь делать вот такой вот рецепт для каталиста. А этот делается, в свою очередь, из NetherScrap'а и алмазов. Кристаллическую матрицу мы забираем в одной штуке, чтобы уже вот здесь вот мы могли ее расклонировать до безграничных объемов. И где-то они уже должны были у нас появиться. И вот они у нас слиточки в количестве 2 биллионов штук уже есть. То есть, это безграничное количество буквально. А значит, мы с вами можем уже сделать экстремальный крафт. То есть, понадобится, как ни странно, вот эта вот сеточка для создания. Сейчас выкладываем рецепт и создаем. Готово. Завершаем с вами квест. И где-то его вот здесь вот, пожалуй, размещаем. Он у нас как раз просто большой стол для изучений. Дальше мне понадобится скрафтить побольше этих коллекторов. Для него нужны блоки редстоуна, блоки железа и блоки кварца. Заходим сюда, нажимаем на рецепт крафта. И готовы у нас уже все предметы необходимые разместились по сеткам крафта. И мы можем забирать нейтронные коллекторы. 19 штучек. Этого маловато, конечно. Я не знаю тогда в таком случае, зачем я делал изначально так много в плане ресурсов. Если могу я просто поместить сюда и забрать их целыми стаками. Теперь, получается, я вот в этом пространстве хочу разместить вот сюда вот эти блоки коллекторов. Они уже пошли собирать нейтрониум. Но делают это крайне медленно. Поэтому у меня как раз здесь стоят пьедесталы, которыми можно будет сейчас воспользоваться. Тидыщ, тидыщ. И сразу видим, какая скорость теперь у нас здесь возникает. Хотя бы парочку сейчас дождусь я создания нейтронов. Чтобы посмотреть, идет ли их выкачка в наш драйвер. И будет ли у нас законнекчиваться с той нашей системой. Для того, чтобы хоть как-то попытаться это реализовывать. Вот они, первые частички нейтрониума. Я их сюда вот помещаю. И они должны, по идее, сюда поставляться. Все, они идут. Вот они, маленькие кусочечки. Просто я забыл совершенно о том, что неплохо было бы сюда разместить еще улучшение по скорости. Для того, чтобы выкачка из них происходила в более лучших масштабах. И значит остальные коллекторы я могу сюда вообще беспрепятственно размещать. Теперь я в эту трубу добавляю нейтронимный слиток как белый список. И делаю так, чтобы он игнорировал Redstone сигнал. И получается сейчас все нейтронимные слитки, которые сюда будут попадать, уже сразу будут телепортироваться автоматически в эндор сундук, который находится у нас внизу под базой. В свою очередь мне останется сделать так, чтобы эти слитки помещались у нас где-то здесь вот. И как-нибудь заменимали пространство вот этого вот компактного драйвера. Слитки нейтронимные я уже сюда помещаю. Получается у нас добавился здесь предмет. Уже он залоган. И останется мне только его сюда вот подвести так, чтобы он нормально и адекватно работал. То есть вот так вот. Начали нейтронимные слитки автоматически сюда попадать. А значит у нас теперь точно все готово для того, чтобы создать стол трансмутации. И я нашел все необходимые ресурсы. Тыкаю на плюсик. Та-дам. И забираю я этот стол трансмутации. Должна была чайка выполниться, но почему-то она не выполнилась. А, ну с запозданием конечно же. Сборочка уже чисто не выдерживает всего контента, который в ней находится. Соответственно в этом нет ничего нового. И вот он, весь стол трансмутации, который доступен теперь мне. Теперь вот эти вот колоссальные звезды Омеги я могу заряжать в нем. И просто если я положу ее сюда, то она должна была впитать весь МЦ. А, ну конечно же я должен был положить сюда. И сразу мы видим, как она полностью заполнилась. По сравнению с тем, что было до этого, сколько времени и сколько серий я ее заряжал до этого, это вообще с этим даже не сравнится. Зато теперь у нас эта колоссальная звезда Омеги полностью заряжена. И мы ее можем использовать как только мы захотим. Грубо говоря, кто не знает, этот стол трансмутации создан для того, чтобы любые предметы, которые у нас только есть из этого мода, мы могли бы с помощью него отсюда доставать, забирать и делать все, что мы захотим. И для получающей уверенности я, пожалуй, себе еще один стол трансмутации скрафчу, чтобы здесь себе добавить его как изучение. То есть, грубо говоря, пока есть у нас изучение, мы можем сделать любые вещи бесконечно. И теперь, грубо говоря, вот эта вот штука, вот эта система нам отсюда здесь по факту не нужна. И вот эти вот цветочки мы можем себе размещать в другом месте, где мы только захотим. У нас, по-моему, они уже изученные где-то находятся. Вот они, 15-го тира. Возьмем себе пару стаков для того, чтобы количество ЕМЦ у нас точно никогда не заканчивалось. А то мы увидим то, что у нас уже есть некоторые просадки по нему. И давайте где-нибудь вот здесь, вот вторым рядом их себе разместим. Я не думаю, что их мне нужно будет какие-то колоссальные количества. В принципе, и того, что мы сейчас производили, будет достаточно. И мы с вами видим то, что они уже по беспроводной связи, благодаря, не знаю, вселенской магии, помещаются к нам в ЕМЦ хранение, и они там хранятся. А значит, у нас всё идёт наилучшим образом с вами, ребят. То есть, грубо говоря, мы с вами веточку с трансмутацией выполнили. Дальше нам предстоит сделать трансмутационный столб переносной, но для этого уже нужны слитки бесконечности, сделать которые пока что не представляется никакой возможности. Но потом, в будущем, я думаю, с этим проблем у нас никаких не возникнет. Здесь у нас также есть ленточка с ЕМЦ. Но вроде как они у нас уже есть. И как только я их сделал, все сразу крафты я себе забрал. Из Project E что у нас осталось не выполнено? Получаются цветочки. Почему они не выполнены, если они как бы выполнены? Давайте возьмём цветок. А, всё, выполнен. И давайте сейчас попробуем сделать предметы из тёмной материи любые. Но я бы хотел рано или поздно, как и сборочка нам говорит, прийти к тому, чтобы скрафтить катар. Для него нужно, получается, 4 предмета из красной материи. И надо потихонечку начать их собирать. Вроде крафт у них вообще не сложный. И как я узнал, для этого крафта нам не придётся здесь себе отдельное строение выкладывать. Можно использовать то строение, которое у нас уже имеется. То есть, грубо говоря, я вот здесь вот слой крафта размещаю, и он должен был пойти крафтиться, но что-то я, видимо, сделал не так. Но я точно видел, как вот этот рецепт выполняется, вне зависимости от количества механических крафтеров. Видимо, у меня так это не работает, и мне сейчас придётся ещё парочку этих крафтеров вручную размещать и вручную всё это делать. Ну, ладно. Меч красной материи. Топор из красной материи. А вот с этим предметом я чё-то не приложу себе голову, как его сделать. По идее же, вот, смотрите. Ножницы и красная материя. А как соединить два крафтера без этого рецепта, я чё-то ума себе не приложу. Он никак не соединяется, он не делается. И как быть в этой ситуации, чё-то вообще без понятия на самом деле. По диагонали, по идее, никак нельзя назначить. А создать этот предмет только можно через механические крафтеры. Как сборка хочет, чтобы я его создал. Я не знаю, у меня есть все готовые предметы. Пожалуй, пока что мне придётся прибергнуть крайней мере. Я их удаляю себе. И мне придётся через гейммод себе выдать этот предмет. Вот они, множницы из красной материи. Больше я себе из гейммода ничего никогда не беру. Но здесь реально случай безысходный. Если вы знаете, как выкрутиться из этой ситуации, то, пожалуйста, пишите ваше предложение в комментарии. Я с радостью вас выслушаю и пойму, что я делаю здесь не так. Мотыга из красной материи. Теперь мне останется просто выложить этот рецепт крафта, и ничего не происходит. А, ну да, ну конечно же. Как это могло быть иначе? Кроме как рецепта на вот этих вот механических крафтерах, которые мы создаём. У него есть куча прикольных модификаций, с которыми нужно разобраться. Его дамага, конечно же, меньше. Но у него тут есть различные режимы, которые как-то могут менять. У него сейчас, по идее, я поставил режим убийства всех и большой радиус. По идее, он должен как-то работать, но что-то как-то не особо, наверное. По идее, как я понимаю, он должен убивать всех мобов, которые находятся возле меня. Это тоже делается на клавишу, я вас понял. Тратить немножечко ЕМЦ. И это достаточно удобно, я вам скажу. Потом нужно будет разобраться, как именно он работает, зачем он вам нужен. Но я думаю, это будет как-нибудь потом. Сейчас у меня будет в планах немножечко ещё автоматизировать себе последнюю систему, которую я могу здесь только автоматизировать. Это система из компактных машин. Мне для этого понадобится вот такой вот прожектор. Но я думаю, это можно будет сейчас легко скрафтить. Это получается прожектор поля, которое у нас будет создаваться для создания компактных машин. То есть у меня, по-моему, все машины, кроме вот этой вот, заняты. К сожалению, никаким образом эти машины не улучшаются. Поэтому сейчас мне надо будет придумывать немножечко другие вещи. У меня где-то здесь, если мне не изменяет память, есть уже система, где я себе воспроизвожу блоки компактных машин. И сейчас мне нужно сделать, благодаря ним, компактную машину наилучшего и наивысшего масштаба. Компактную машину из Незерита, по факту. Вот у меня здесь все готово для этого. Мне нужно разместить вот таким вот образом блоки и бросить потом Эндер Перл. А хочу я здесь ее себе разместить только по одной причине. Чтобы сделать автоматизацию по созданию компактных машинных блоков. И вот она, гигантская компактная машина максимального уровня. Возвращаюсь домой. Размещаю я его сюда. И вот он наш куб. Так, сейчас сделаем новую спаун-точку. И нужно бы задуматься о том, чтобы, во-первых, здесь делать привязку к чанкам. Во-вторых, пытаться здесь как-то организовывать производство. К сожалению, тут вообще количество блоков четное. И, по-моему, он вообще в границах чанка находится у нас, куб. Так что не получится, наверное, разместить все так, как я хочу. Ну ладно. Сейчас попробуем разместить так, как я планирую. А дальше посмотрим. Размещаю я один прожектор. ПКМ. И я вижу, на каких уровнях нужно будет разместить остальные прожектора. То есть, грубо говоря, расстояние между ними три клеточки. И вот у нас эта структура здесь организовалась. Хочу я организовывать эту систему, пожалуй, через мод Energy Decor. И мне здесь потребуются вот такие вот размещатели блоков. Но для начала мне нужно создать какую-то такую древесину специального типа. Оно здесь вроде ничего такого сложного нет. Только древесный уголь. Сейчас это организуем. Создаю побольше этих блоков себе структурных. Теперь мне нужны металлические балки. И, соответственно, диспенсеры. Пока что двух блоков, я думаю, мне будет достаточно. И где-то его вот так вот попробуем мы разместить. Как только в него попадут предметы, он должен будет их сразу вроде как разместить. И вот железо он сразу поставил. Хорошо, он не требует у нас по идее ни электричества, ничего. Дальше мне нужно получается Redstone. В таком же масштабе здесь разместить. Плинка Redstone размещена уже. Осталось для создания крафта сюда выкинуть Ender Pearl. Выкидываем и надеюсь, что пойдет крафт. Не пошел. Надо разобраться, почему. Если я же размещаю просто это в центре крафта, то все у нас успешно идет. Значит, вот эти вот факторные разместители не подойдут. Значит, я должен поедискать другие блокплейсеры. Ну, допустим, вот эти из мода Industrial Forging. Две штучки мы забираем. Также пробуем разместить сейчас вот здесь вот. Наверное, только в другую сторону. И также его я заполняю блоками железа, а тебя блоками Redstone. Сейчас мы берем вот этот вот компресс это EMC Link. Его размещаю, наверное, под блок прожектора. Также потребуются у меня здесь провода. Ну, допустим, вот эти вот провода базового типа. Делаем так, чтобы они высовывали предметы из Personal EMC Link и засовывали их вот сюда. Здесь я делаю, во-первых, Redstone, здесь я делаю железо. И получается, у нас должны уже пойти отсюда предметы, высовываться и засовываться вот сюда вот в безграничных масштабах. А для этого нужно, наверное, сделать апгрейд какой-нибудь. Допустим, Nazerite типа. Их много у нас. Засовываем сюда и что-то ничего не происходит почему-то. А вот эти уже размещают, но почему-то они не хотят упорно принимать предметы из Link'а. Это бред какой-то. Они же здесь как бы производятся. То есть я могу их забирать. Я могу их беспрепятственно сюда и класть. Но почему они не хотят забираться, я что-то себе ума не приложу. И как только я сюда сейчас Ender Pearl кинул, кстати, они начали успешно по идее компактные блоки производиться и вот они у нас валяются. А вот и пошли. Не знаю, видимо это был просто какой-то визуальный баг, из-за чего у нас это ничего не работало. Дальше получается мне нужно создать дропер, который будет выплескивать из себя предметы вне зависимости от чего-либо. Его я где-то наверное вот здесь размещу. Только он должен смотреть вниз. В него я также сейчас закидываю Ender Pearl чтобы быть уверенным что он будет их из себя выплевывать. И ничего не происходит только потому что получается для дропера нужен Redstone сигнал. Сейчас мы ему его предоставим. У нас здесь есть где-нибудь Link какой-нибудь? Да, вот Redstone Link. Его вот сюда я размещаю и размещаю я его вот сюда только уже как приемник. И получается нам осталось лишь сделать логику по которой будет передаваться Redstone сигнал. Это можно сделать с помощью сенсора из мода RF Tool Link. Только его немножечко нужно по-другому разместить но ничего страшного. И сейчас мы ему делаем зону получается три блока и получается он ищет Redstone. Все. Ага, вот он и пошел мой хорошенький. Получается создает блоки как только разместят блоки блокплейсера. То есть сначала работает первый потом второй и этот уже выплевывает и у нас схема полностью рабочая. Ender глаза у нас уже на месте и все. Идея полностью рабочая схема по автоматизации компактных машинных рамок уже готова. Но наверное этого будет мало. Поэтому наверное я себе сейчас еще парочку таких машин размещу. Возможно у меня влезет здесь вот еще одна такая компактная машина. Но сейчас посмотрим на самом деле. Так мне я себе здесь еще не забуду конечно же сделать где-нибудь вот здесь вот скажем наверное пока что сундук с коллектором предметов. И сделаю здесь себе сейчас черный фильтр на Ender глаза потому что я не хочу чтобы он их себе забирал. И все. Получается компактные машины и рамки находятся в той же сети что и наши основные предметы. Вот они у нас появляются забираются и значит все точно работает наилучшим образом. Наверное мне придется даже потом блокплейсер немножечко улучшить в плане работы ибо их скорость мне пока что не устраивает особо от слова совсем. К сожалению так не сработает как я хотел. То есть разместить здесь еще одну машину мне не позволит просто нехватка пространства и просто банально вот эти вот прожекторы поля здесь не могут быть размещены. размещаю я его вот таким вот образом. Думаю это в принципе нормальное расположение. Нам главное забить этот чанг по большему количеству этих компактных машин по максимуму чтобы это все работало наилучшим образом. Я так-то и не рассказал зачем нам нужны эти компактные машины. А все для того чтобы банально производить эти сингулярности которые понадобятся нам в дальнейшем для крафта каталистов. Нужно потихонечку к этому подготавливаться и я думаю в этом нет ничего идут они идут примерно одинаково и в принципе нам особо не должно интересовать скорость их производства и как долго они должны идти не идти главное чтобы у нас процессы создавались если вдруг этого покажется мало хотя учитывая время которое будет проводить афк этого должно быть достаточно то я могу здесь в принципе еще парочку этих машин построить и в этом не будет ничего такого сейчас я просто хочу выбраться отсюда побыстрее зайти вот сюда и допустим где-нибудь вот здесь разместить блок компактных машин которые сразу же уже сюда перешли и мы можем видеть их безграничное примерно количество и они будут сократиться до бесконечности пока нам не надо если пока мы решим не остановить это производство но я думаю то что на таком прекрасном моменте мы будем с вами потихонечку заканчивать дальше я надеюсь что нас ждет магия различные новые изучения технологии и куча куча всего еще интересного ну и в таком случае пожалуй пока что на этом все всем спасибо что смотрели у микрофона было как всегда ваш поконслуга Маморо еще услышемся субтитры